Привет, мой маленький Желжик! Ты видишь и слышишь Алексея Халецкого, это значит, что ты на канале Лёша Играет, и впереди тебя ждёт рейтинг цивилизаций в Seedmers Civilization 6. Пояснение. В каждой серии три цивилизации. Мы разбираем особенность цивилизации, особенность лидера, уникальный юнит и уникальные улучшения района и здания, в зависимости от того, что там у них есть. Цивилизация получает одну из четырёх оценок. Сильная. Это значит, что во всех ситуациях за эту цивилизацию офигительно играть. Средняя. Где-то хорошо, где-то плохо. Слабая. Особенности этой цивилизации, к сожалению, не помогают выиграть. И, наконец, сломана. Это означает, что особенности этой цивилизации фигово сбалансированы с механиками игры. Не забудьте поставить лайк, подписаться, нажать на колокольчик и поехали! Австралия и её лидер Джон Кертин впервые появились именно в шестой цивилизации. Ни в каких предыдущих частях цивы до этого Австралия не появлялась. И вообще я не помню ни в одной квази-исторической игре эту цивилизацию, но, может быть, зрители меня поправят. В коде игры прописано, что Австралия должна появляться на побережье, а рядом, с большой вероятностью, могут быть лошади, овцы и скот. Это явно сделано для того, чтобы работала способность Австралии. А называется она «Земля антиподов» и даёт плюс три жилья в прибрежных городах. На клетках с притягивающим престижем – кампус, центры коммерции, священные места и театральные площади – получают плюс один к соседству, а на клетках с потрясающим престижем – плюс три. При этом пастбище совершает культурный захват соседних тайлов. Видимо, поэтому и должны быть на старте рядом с Австралией лошади, овцы и скот, чтобы быстрее расширяться. Вообще, вот эта способность «Земля антиподов» практически всегда работает у Австралии, потому что побережье, на котором Австралия появляется, имеет высокий престиж. А если уж рядом есть ещё и горы, то поставить кампус на плюс семь, плюс восемь, без всяких карточек, удваивающих бонус за соседство за Австралию, проще простого. А так как у этой цивилизации ещё и плюс три к жилью на побережье, то можно не особо париться по поводу рек. Ваши города вначале всегда смогут неплохо вырасти, без всяких амбаров или ферм. Как будто этого мало, способность лидера под названием «Оплот цивилизации» позволяет Австралии чувствовать себя спокойно и не бояться внезапной ранней атаки. Потому что даёт плюс сто процентов к производству в течение десяти ходов после того, как Австралии кто-то объявил войну. Или же если Австралия освободила какой-то город. То есть производство просто удваивается. Из-за этого игрока на Австралию тяжело застать врасплох, потому что он успеет построить любые юниты, пока вы дойдёте до его городов. А обиднее всего, что эту способность можно абьюзить. Если Австралия объявляет войну цивилизации, у которой есть союзник, то тот союзник автоматом объявит войну в ответ Австралии. И у Австралии сработает удвоение производства. Уникальное улучшение Австралии называется «Скотоводческая ферма» и само по себе даёт плюс одну еду и производство, а также полжилья. Но при этом ещё и по плюс едей производству за каждое соседнее пастбище, а также за две соседние скотоводческие фермы. Открывается довольно рано в гильдиях и, как вы понимаете, очень неплохо разгоняет и еду, и производство для Австралии. Даже если лошадей, овец и скота не так много на карте, как хотелось бы. Уникальный юнит тоже неплох. Диггер заменяет пехотинцев, при этом, в отличие от последних, не требует нефти. Имеет на три силы больше и получает плюс 10 боевой мощи в бою на прибрежных тайлах и плюс 5 к боевой мощи в бою на нейтральной или чужой территории. Но это, конечно, совсем ни в какие ворота не лезет. Просто для сравнения, неплохой русский юнит «Казак» имеет плюс 5 боевой мощи на своей территории или рядом. Рядом это буквально вот в соседней клетке. А здесь вообще везде на нейтральной территории или на чужой. Мои зрители по достоинству оценили Австралию. И в зрительском голосовании, набрав 37% голосов, Австралия заняла четвертое место. Например, Genius Ginger пишет «Самая сильная в целом цива Австралия». И тут нет вопросов. Она выходит вперед в 99% случаев, что в сетевой, что с ботами. И остановить ее невозможно. А Кин Найн оф Мастер добавляет. Мне самой сильной показалась Австралия. Во-первых, попробуй с ней повоевать. У нее производство в два раза увеличивается. И в итоге себе дороже. Потом бонус от Престижа очень мощный. Сколько я за нее не играл, в каждой игре минимум 3-4 кампуса получалось поставить больше, чем на плюс 6 науки. То же самое с Центром коммерции, Священным Местом и Театралкой. Австралия везде будет первая. Согласен с отзывами моих зрителей, не зря Австралию автоматически банят в сетевых партиях. Ее удвоенный бонус на производство, который тем более можно запустить, когда тебе хочется. А также неадекватный бонус за соседство от Престижа делают эту цивилизацию сломанной. И моя оценка сломана. Когда в партии есть Австралия, игра превращается скорее в небе и лежачего, чем в стратегию. Соединенные Штаты Америки появлялись во всех без исключения частях Сидмерс Цивилизация. Ну, это и понятно. Великая нация, хотя по поводу цивилизации это или нет, можно спорить. Да и сами разработчики из США. Какого-то особенного места появления у США Америки не прописано. Так что появиться она может где угодно. Уникальная способность цивилизации называется Отцы Основатели. Все слоты дипломатических политик текущего правительства, ну вот те зелененькие, заменяются слотами универсальных политик, то бишь фиолетовыми. Кроме того, каждый универсальный слот в правительстве дает плюс одно мировое влияние. Довольно средняя способность, хотя, конечно, универсальные карточки всегда лучше, чем какие-то определенные, потому что вы туда можете поставить все, что угодно. Но, тем не менее, это не дополнительный слот, да и дипломатические политики не сразу появляются для того, чтобы их заменить. Так что, играя за Америку, вы даже, возможно, не заметите этой особенности. По какой-то странной причине Фераксис дала Америке двух лидеров, но одного и того же, Теодора Рузвельта, просто в разных одежонках и по-разному называемого. У Теодора Рузвельта Мужественного Всадника способность называется Поправка Рузвельта и дает плюс пять боевой мощи юнитам на родном континенте. При этом торговый путь в город-государство удваивает число послов в нем и позволяет нанимать уникальный юнит Мужественный Всадник. И это особенность делает Теодора Рузвельта Мужественного Всадника довольно грозным военным соперником, потому что плюс пять вообще всем юнитам и всегда грозная сила. Поэтому игроки, которым выпала Америка, всегда внимательно исследуют карту и смотрят, кто из соперников находится вместе с ними на одном континенте. Да и Мужественный Всадник, который заменяет Киросиру, во-первых, получает плюс десять боевой мощи на холмах, ну это, часто говоря, не самый лучший бонус для кавалерийского юнита, а вот второй бонус намного круче. При убийстве врага Мужественный Всадник получает 50% культуры от боевой мощи убитого юнита. При таком раскладе, дойдя до Мужественных Всадников, просто логично объявить войну соседу на твоем континенте и просто нафармить культуру, если вы его даже забрать не можете. Второй Теодор Рузвельт, не знаю, кем мы его будем считать злым или добрым двойником предыдущего, называется прогрессивист, и у него способность предметы старины и парки. И она дает плюс две науки клеткам с потрясающим престижем рядом с горами и чудесами природы и плюс две культуры таким же клеткам рядом с лесами или чудесами, а также плюс один престиж для всех клеток города с национальным парком. Эта способность, конечно, зависит от места появления, потому что вполне может оказаться, что престижных клеток не так уж и много, но сколько я не играл, с этим проблем не было. И, например, в отличие от той же Австралии, тут Теодор Рузвельт, прогрессивист, получает науку и культуру даже ничего не строя, представляете? Поэтому старт для Теодора Рузвельта, прогрессивиста, может быть очень быстрым, очень темповым, и за ним будет просто не угнаться. Уникальное здание Америки – киностудия. Она заменяет центр вещания и заточена на туризм. У нее такие же особенности, как и у центра вещания, кроме удвоенного туризма на другие цивилизации в новом времени. А уникальный юнит, P-51 Mustang, заменяет истребитель. И по сравнению с последним, имеет плюс 5 атаки против других истребителей и на 50% быстрее набирает боевой опыт. Ну, здание, конечно же, ситуативное, это зависит от того, играете ли вы через туристическую победу, потому что если нет, то по-хорошему и строить его вам не надо, да и бонус его вам плюс 100% туризма особо и не нужен. Истребители неплохие, но лучше бы это были бомбардировщики, как в 5-й Циву Америки, потому что все-таки бомбардировщики в игре чаще и больше используются, чем истребители. Или хотя бы у этих истребителей был бонус именно против бомбардировщиков, а не против других истребителей. Хотя, с другой стороны, зачищать небо от вражеских истребителей мустанги могут очень-очень неплохо. В зрительском голосовании мнения существенно разделились. Если Теодор Рузвельт, мужественный всадник, занял 40-е место, то Теодор Рузвельт, прогрессивист, аж 18-е. За первого было отдано 2% голосов, за второго 5,5%. Например, As We Can пишет. Америка, в особенности с Рузвельтом, прогрессивистом. Честно говоря, вообще непонятно, зачем Тедди расщепили на две личности, забрав у одной из них всадников, все-таки один из сильнейших юнитов, взамен дав способность на плюс 2 науки к культуре. Бонус едва ли полезный, так как вначале ни клеток, ни население, чтобы обрабатывать их, нет. Не говоря уже о уникальном истребителе и киностудии. Ну, как вы понимаете, я не согласен с As We Can, потому что вы имеете в начале игры сразу науку и культуру, не строя при этом ничего. Вы просто так получаете то, на что другим цивилизациям надо потратить производство. Со мной согласен Пётр Беркович, который пишет США отличная сбалансированная нация, имеющая высокий потенциал и в развитии, и в войне. Но со мной не соглашается GoldSpider78. Он пишет, что Тайдор Рузвельт прогрессивист выглядит как-то слабо. Нужно большое висение, чтобы потрясающих клеток было много, а клетки возле горы нивелируются самой горой, которую нельзя обработать. Меня однажды заспаунило возле непроходимой сети гор, из-за чего клеток суши для обработки было ничтожно мало. Истребители что в пятой, что в шестой циве бесполезны и сильно уступают бомбардировщикам. Что ж, выношу свой вердикт и обоим Теодорам выставляю оценку средне. Да, бонусы неплохи, но они очень ситуативны. Когда-то они могут сработать, а когда-то нет. Плюс пять это круто, но вы можете оказаться на маленьком континенте, где только вы одни. Бонус от науки и культуры круто, но престижных клеток может просто не оказаться рядом. И так далее по всем свойствам этой цивилизации. И я выбираю правдивость. И еще одна цивилизация, которая была во всех без исключения частях Сидмерс Цивилизейшн, это Англия. Место появления у Англии прописано, как и у Австралии, на воде. Хотя знаете, что странно? Шанс появиться на воде у Австралии выше, чем у Англии. Хотя я что-то не слышал названия Австралия – морская держава. А вот Англия – королева морей слышал. Кроме того, у Англии неплохие шансы на то, что рядом с ней будут железо и уголь. Это, опять же, благодаря уникальной способности. У Англии она называется «Всемирная мастерская» и дает плюс два дополнительных железа и угля в ход от их добычи. Кроме того, плюс 20% к производству зданий в промышленной зоне, плюс 100% к производству военных инженеров, то бишь военные инженеры просто в два раза быстрее строятся. Этим же военным инженерам плюс два заряда. И как будто этого мало. Плюс четыре дополнительного дохода всем электрифицированным зданиям. Если кто не понимает, что это значит, например, лаборатория сама по себе дает три науки. Когда электрифицировано пять науки, а получается у Англии она будет давать девять науки. То есть почти в два раза больше. По-моему, очень неплохой бонус. Так как будто этого мало. Еще и королевские верфи, это уникальный район Англии, это я дальше скажу, увеличивают лимит накопления стратегических ресурсов. У всех цивилизаций лимит увеличивает военный лагерь, а у Британии морской район. Как и у Америки, у Британии два лидера, но в данном случае они хотя бы разные. Во-первых, Виктория. И ее способность называется Пакс Британика, то бишь британский мир. Каждый раз при основании города на другом континенте вы получаете один бесплатный юнит ближнего боя и один слот торгового пути. А при строительстве верфи Королевского флота, причем неважно на каком континенте, нам дадут копию сильнейшего морского юнита, который мы можем построить. Есть рядом другие континенты, отлично. Нету, тоже неплохо. Кроме того, уникальный юнит Виктории, называется Красный мундир, заменяет линейных пехотинцев. И мало того, что имеет на 5 больше силы, чем линейные пехотинцы, так еще и плюс 10 к боевой мощи при сражении на других континентах. Если у вас рядом есть Англия с Викторией, и вы на другом континенте находитесь, чем Англия, то у меня для вас плохие новости, потому что разница в 10 силы для 6-й силы это практически ваншот и не отбивается. Другой лидер Англии — Алиенора Аквитанская. Ее способность называется Двор Любви. Шедевры в городах Алиеноры вызывают минус одну лояльность во вражеских городах в радиусе 9 тайлов. А город, который потерял лояльность и на который оказывается больше всего давления от Алиеноры, пропускает этап свободного города и сразу присоединяется к вашей цивилизации. Несомненно, эти способности Алиеноры лучше подходят Франции, лидером которой она тоже может быть. А вот во голове Англии эта способность выглядит странновато, потому что никак не дополняет возможности цивилизации. Уникальный район, который доступен всем лидерам, называется Верфи Королевского флота, заменяют Гавань. Как я уже говорил, дает бесплатный морской юнит при постройке, а по сравнению с Гаванью дает на 1 очко Великого Адмирала больше, плюс 1 очко перемещения всем построенным в этом городе морским юнитам. Это мне, кстати, полностью напоминает способность Англии в 5-й циви, где тоже у Англии все морские юниты на одну клетку дальше перемещались. И, наконец, плюс 2 золота и плюс 4 лояльности, если построены в городе на другом континенте, нежели столица. И, наконец, уникальный юнит, морской пёс, заменяет капер, и, в отличие от последнего, имеет высшую силу дальнего боя на 5, у капера 50, у морского пса 55, а также может захватывать вражеские корабли. То есть, опять же, возвращается капер из 5-й цивы. Правда, там он был не стреляющим юнитом, а тут стреляющий. Для захвата требуется полностью убить юнит, и там с каким-то шансом он либо станет вашим, либо он умрёт. В зрительском голосовании предпочтения предсказуемо разделились. Виктория заняла 13-е место, а Алейнора только 34-е. Вот, например, что пишет Александр Меньков. Алейнора — квитанская цивилизация мем, бонус которой попросту не существует в играх на божестве или против живых игроков. Ведь все бонусы Англии совершенно не помогают в достижении культурной победы, на которую как раз и намекает бонус Алейноры. Забавно, что культурную победу легче будет одержать даже с другим лидером Англии — Виктория, имеющей чисто военный бонус, так как вам проще будет захватить города игрока с высоким уровнем культуры, тем самым сбивая его культурную башенку. Влад Бенишман целое сочинение про Англию накатал. Отмечу лишь часть про Викторию. Очень сильная способность, которая помогает сколотить огромную флотилию в короткий срок. Если есть сосед, который поставил города на берегу, то можно его легко снести хоть галерами. Плюс очень хороший уникальный юнит, плюс 10 на чужом континенте, не имеет штрафов за высадку, а после патча включен в древо развития, то есть не нужно строить армию красных мундиров с нуля, теперь их в них можно улучшаться. И я согласен со своими зрителями. Виктории я ставлю оценку сильно, потому что я не вижу слабых сторон для этой цивилизации, даже если она будет играть полностью не на морской карте. У нее тут есть и для развития возможностей, и для войны. А Лейноре ставлю среднее, потому что ее способность вообще никак не работает, зато остаются все остальные возможности Англии, которые все еще хороши. На этом первая серия заканчивается. Работать над второй я начну, как только это наберет 2000 лайков. Сборную таблицу рейтинга цивилизаций с оценками и прочим можно найти по адресу cif6.lösaigraet.ru Ваши мнения, поправки и оценки представленных цивилизаций с нетерпением жду в комментариях. Играйте в умные игры и всем пока! Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!